Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется доклад на тему леомиосаркомы мягких тканей. Саркомы мягких тканей в структуре злокачественных наобразований занимают около 1-2%. Леомиосаркомы, в свою очередь, в структуре сарком занимают от 5 до 15%, что характеризует относительно редкую встречаемость. Нашей целью было поиск путей улучшения результатов лечения больных леомиосаркомы мягких тканей. В наше исследование вошло 88 больных леомиосаркомы мягких тканей, получавших лечение в НИИ онкологии Миниклая Николаевича Петрова с 1990 года по 2014 года. Женщин было в 1,3 раза больше, чем мужчин. Расположение в опухоли наиболее часто было в мягких тканях нижних конечностей, что составило практически 50%, забрюшина – это 26% и в мягких тканях туловища – 15%. Больные были как с первичной опухолью, так и с рецидивом заболевания. Наибольшее количество больных было с размером опухоли первичной от 6 до 20 см. Это по 41%. Размер обхоли до 5 см встречался в 5% случаев. Что касается стадий заболевания, то наиболее распространённая была эта третья стадия. Это наиболее распространённая была. И, конечно, четвёртая стадия, что составило 28% больных. Первые две стадии встречались в наименьшем количестве случаев. Больным проводилось лечение как только хирургическим методом, так и комбинированным. Наиболее часто выполнялось хирургическое лечение с послеоперационной лучевой терапией. По нашим данным, общая выживаемость в группе больных, которым проводилось хирургическое лечение с послеоперационной лучевой терапией, показали лучшие показатели выживаемости. Также при размере первичного опухоли до 5 см у больных отмечается лучшая общая выживаемость. У 47 больных, то есть это почти 53% случаев, развилось выявленное отдаленное метастазирование. Из этого числа у 66% отдаленное метастазирование было в первый год от начала лечения. В следующие годы частота снижалась. Наиболее часто поражались легкие печень и лимфоузлы. По результату гистологического исследования низкая степень дифференцировки леомиосаркома встретилась почти в 70% случая, высокодифференцированная в 11%. Тут понятно, что высокая степень дифференцировки у больных показывает лучшую общую выживаемость. Также при иммуногистохимическом исследовании у нескольких больных была в опухоли выявлена экспрессия рецепторов прогестерона и эстрогена, в связи с чем было решено выполнить у всей группы данное исследование, по результату которого у почти 15% больных в опухоли выявлена экспрессия рецепторов прогестерона и у 10% экспрессия эстрогена. Причем у 6% больных встретилась как экспрессия эстрогена, так и прогестерона. Экспрессия рецепторов встречалась как у мужчин, так и у женщин, но у женщин чаще. Возраст составил старше 45 лет. Также нами отмечен тот факт, что у больных, в опухоли которых отмечалась экспрессия эстрогенов, у всех больных развился рецидив заболевания. На основании нашего исследования сделаны следующие выводы. Размер первичной опухоли влияет на течение заболевания. Наибольший риск отдаленного метастазирования наблюдается в первый год от начала лечения. Больным показано проведение дистанционной послеоперационной лучевой терапии. Низкая степень дифференцировки определяется как неблагоприятный фактор, и часть лиомиосарком способна экспрессировать рецепторы эстрогена и прогестерона. Спасибо за внимание. Наличие рецепторов прогестерона и эстрогена ухудшает прогноз? Да, ухудшает прогноз, но следует учесть, что при наличии рецепторов возможно применение гормонотерапии, следовательно, возможно улучшение показателей. Но данный факт требует подтверждения и дальнейшего изучения. А применение для профилактики метастазирования? Да, в послеоперационном периоде. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вы показали, что в 60% случаев развивается отдаленное метастазирование. Нет, в 53% всех случаях развивается отдаленное метастазирование. Из этого числа у 66 больных метастазы выявлены в первый год от начала лечения. Суть в том, что больше, чем у половины больных выявлено метастазирование в течение первого года. Но, тем не менее, Вы используете методы, направленные на локальный контроль в 90% случаев, потому что только в 10% использовалась химиотерапия. С чем это связано? В данном исследовании мы не рассматривали применение химиотерапии, потому что химиотерапия у нас применялась в основном уже при распространенных процессах. И не аудивантно не применялась. И еще один маленький вопрос тогда. Наверное, стоит обсудить с морфологами. У Вас получается очень большой процент леомиосарком, который низкой степени злокачественности, то, что говорится, лоу-грейд, он более 10, а должен быть приблизительно 1-3. Это, соответственно, дальше влияет на тактику лечения пациента. Спасибо. Продолжение следует...